Согласно статистике Министерства образования по всей республике не хватает более 2000 учителей начальных классов и по предметам физика и математика. Молодые специалисты увольняются с работы из-за низкой зарплаты, а выпускники и вовсе не желают работать в школах. По данным Минобразования, подготовку будущих педагогических кадров в республике осуществляют 12 высших и 4 среднеспециальных учебных заведений. Выпускников распределяют по регионам. Так, например, в 2018 году было распределено 1848 молодых педагогов. Такой подход должен был решить вопрос трудоустройства. Однако многие молодые кадры увольняются в скором времени из-за низкой зарплаты, которая составляет всего лишь 4-5 тысяч сомов. Многие молодые кадры вынуждены работать не по специальности. Всё это связано и с тяжёлым социальным и материальным состоянием. Хотя власти помогают молодым учителям, открывая депозитные проекты. Многих не удовлетворяет низкая зарплата за первый рабочий учебный год. Сегодня в Чулпунате на конференции «Современные векторы образования Кыргызстана» были озвучены главные проблемы социального обеспечения учителей, такие как жильё и зарплата. По словам премьер-министра Мухаммед Калыя Булгазиева, с 1 октября этого года повысится заработок всех сотрудников системы образования на 30%. Правительство решило поднять заработную плату на 30% работникам всей системы образования. Охватывает 120 тысяч человек. Это обязательные учителя, работники системы образования, системы на уровне районов, городов, системы профессионально-технического образования, методы кабинетов. Средства на 3 месяца потребуются около 2 миллиардов сумок, а в следующем году в бюджете 2020 года потребуется около 8 миллиардов сумок. Однако, по словам экспертов, для улучшения системы образования необходимо для начала полностью изменить формат обучения. Дети ещё со школы должны всесторонне развиваться и в будущем стать конкурентоспособными на мировом рынке. Мы сегодня должны готовить ребят к креативности, творчеству, дивергентности. Дивергентность – это решение одной и той же задачи многими путями, чтобы мы не знаем, что предстоит в этом мире. По данным Минобразовании, 70 тысяч учителей успешно квалификацию прошли лишь 400. По словам экспертов, помимо повышения зарплаты педагогов, необходимо для начала изменить форму системы образования, а также повысить квалификацию кадров по новым международным стандартам.